В начале природные пожары. За сутки в российских регионах сгорели десятки домов. Практически все очаги рукотворные. Люди сами сжигают сухую траву, зачастую не задумываясь, чем все это может обернуться. Самая тяжелая обстановка по-прежнему в Забайкалье. Там в огне более 20 тысяч гектаров. Сейчас угрозы населенным пунктам нет, но более 600 человек. Кров уже потеряли. Сегодня они начали получать первые выплаты. А следователи возбудили несколько уголовных дел по статье «Халатность». Горячая пора сейчас у спасателей и в европейской части России. О том, как там противостоят стихии. Репортаж Андрея Кузнецова. От горящего поля до ближайшего населенного пункта. Это деревня Павловская. Под Владимиром буквально рукой подать. Судя по полям, вокруг полыхает здесь уже не первый день и сильный ветер раздувает пожар. Обгоревшие деревья, столбы, линии электропередачи. Такая картина, говорят местные жители, здесь каждую весну. Огонь с полей порой подбирается к домам, к госпостройкам. В том году чуть колхозная заправка не разговаривала, сгорела там все. С пожарами борется добровольная дружина. Выезды, говорят, каждый день. Когда начинается сухостой, как только снег растаивает, как начинаются дачники приезжают, подготовка к сельхозпредприятиям, к своим работам. Ну вот в этой ситуации так вот и начинается. Начинают уборки около своих домов, скребают сухую траву, сухостой, все остальное. Ну вот, и не следят. Подожгли, и не следят за ветром, за огнем. И разгорается дальше пожар. В Владимирской области в будни регистрируют до 50 возгораний в сутки. На выходных почти вдвое больше. Горит Суздальский район. Здесь после палов травы пламя подбиралось к стенам знаменитого музея-заповедника. В дыму окрестностей Владимира. Это поймы реки Клязьмы. Буквально городская черта. Вот жилые дома. Накануне здесь бушевал сильный пожар, который не могли потушить 11 часов. Выгорело более 20 гектаров. Тех, кто поджег, поля в пойме ищут. А в соседнем Ковровском районе, благодаря бдительности местных жителей, задержали мужчину. Он зажег траву у садового товарищества. Несколько десятков домов едва не сгорели дотла. Наш дознаватель выезжал на место, общался с очевидцем. Посмотрел фотографии, которые очевидец сделал на мобильный телефон. И удалось действительно найти человека, который непосредственно совершил действия по поджогу травы. Данному гражданину теперь грозит административное наказание. Штраф в размере до 4000 рублей. Первая жертва палов травы – пожилая дачница. Женщина, инвалид первой группы, подожгла мусор и сухую траву. А когда пламя охватило почти весь участок, не смогла выбраться из огня. В регионе действует особый противопожарный режим. Разводить костры запрещено. Сотрудники МЧС обходят деревни и садовые товарищества. Одна зола осталась и от нескольких дачных домов в поселке под Петушками. Причина та же. Кто-то из жителей решил быстро избавиться от прошлогодней травы. И похожая обстановка во всей Центральной России. Нижегородская область. Здесь накануне сгорели почти 20 садовых домов в Цитовском районе. А это кадры из Тверской области. Пожар в деревне Борьково. И тоже от целой улицы осталось только пепелище. Между тем, как говорят в МЧС, к выходным обстановка может еще больше осложниться. Андрей Кузнецов, Алексей Саев, Илья Кратков и Виктор Аверин. Первый канал.